Гонки с препятствиями в Беларуси все больше ассоциируются с Артемом Точкой и его достижениями. Шутка ли в 2019 году сливщик-разливщик пятого цеха, открытого акционерного общества, Мозорский нефтепроводящий завод, принял участие в почти что 50 соревнованиях. Каждая из них была высокого класса, как, например, завершающий сезон турнир, который принимала Линская область. 2-3 ноября участвовал в гонках с препятствиями, которые проходили на базе конного спорта в Ратамке. Бежал длинную дистанцию первый день, это было 12 километров 40 препятствий. На одном из финальных препятствий, которое называлось Молот Тора, нужно было попасть Молотом в мишень, допустил ошибку и упустил свою лидирующую позицию, которую не смог наверстать до финиша. В итоге завершил дистанцию на третьем месте, чему также очень рад. Будем анализировать ошибки и стараться не допускать их на финальных препятствиях. Второй день я бежал в составе командную гонку, в составе команды Беларусь ОЦР «Тим». Это Горбунов, Игорь, Пехтерево, Татьяна, Стрельцов, Василий. Благодаря слаженной команде заняли лидирующую позицию. Второе место в индивидуальном зачете в категории «Элита» на чемпионате Европы в Гдыне. Победа на тяжелейшей 50-ти километровой трассе в Грузии. Первое место на польском этапе «Барбарин Рейс». Это лишь малая часть достижения Артема Точка в 2019 году. Специалисты гонок с препятствиями ставят Артему за сезон высший балл. А вот как сам представитель Мозорского нефтепроводящего завода оценивает для себя уходящий спортивный год? «Сезон, я считаю, получился очень успешным. Это можно отметить второе место на Европе. Ряд соревнований, которые выезжал за пределы республики, также очень отлично выступил. Поэтому в этом году отдыхаем и готовимся на следующий сезон». Не зря Артем подчеркнул серебряную медаль главного континентального турнира года чемпионата Европы. Ведь это выдающееся достижение, пусть в неолимпийском, но стремительно развивающемся в виде спорта. И кто знает, возможно, Точка в следующем году одержит победу на подобном турнире в Италии. В середине лета, а может и осенние чемпионаты мира, неофициальные в Канаде и официальные в Сочи, принесут медали представителю пятого цеха Мозорского нефтепроводящего завода.